С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Мы с вами прямо вот накануне интересных, больших и важных праздников для многих людей разной религиозности, разной направленности. Но, естественно, пасхальные праздники, которые отмечают евреи, это как бы первооснова того всего, что потом будут. Потом вот пасхальные праздники католические, православные и многие другие. Но все начиналось ведь с пасхальных праздников еврейских. И поэтому мне бы хотелось сегодня, ну поскольку как бы пасхальные праздники, Песах, Пасха – это исход. Это исход, это начало. И мне поэтому очень хотелось сегодня поговорить о начале, о том, как человек принимает решения и следует ему всю жизнь. Давно уже я знаю этого человека, которого хочу представить вам, познакомить вас. И я знаю, что этот человек прошел вот тот самый путь, который, мне кажется, очень интересен для многих. Он начинал и он продолжает. И надо сказать успешно. У нас в гостях Эли Коган, раввин. Я перечисляю все его регалии. Директор еврейского русскоязычного учебного центра Stighten Island, это в Нью-Йорке. Главный редактор русскоязычной версии сайта chabad.org. И зовут его Эли Коган. Эли, здравствуйте. Доброе утро, Борис. Я все представил, но я знаю, что вы еще редактор журнала «Пятое измерение». Это мы еще тоже поговорим. Вы еще везете всякие другие. В общем, если я начну перечислять, у нас просто... Эфирное время ограничено. Эфирное время ограничено. А нам с вами надо выйти. Скажите, пожалуйста. Уже уходим? Мы с вами будем выходить из той жизни, которой мы как бы... Ну, как бы, мы рождаемся. Мы живем в обычной нормальной семье. Вот вы, например, жили в Москве. Да? Было такое. Была Москва. Была... Москва еще есть. Есть еще Москва, да. Была жизнь. И есть еще жизнь в Москве, где папа работал в проектных институтах. Мама тоже занималась со студентами в техникуме, а потом колледжи. Все было, ну, как у всех. И сегодня передо мной сиит человек, который глубоко верит и соблюдает традиции еврейского народа. Когда это началось? В каком возрасте вы вдруг, как бы, посмотрели в эту сторону? Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили в гости. Для меня особый опыт, первый опыт прямого телевизионного эфира. Но вы радиоведущий. Это-то я знаю, поэтому я спокоен. Я знаю, что вы знаете, что можно говорить, что нельзя. Как говорят в некотором удалении от Москвы, это две большие разницы. Радиоэфир и телевизионный эфир, по крайней мере. И так, когда... К радиоэфир я уже привык в некоторой степени. Когда или это все начиналось? В каком возрасте? Мне было тогда лет 19-20. У вас семья нерелигиозная? Я просто, дополнительный вопрос. Пока не очень. Тогда не было? Тогда в тот момент... Мы говорим о родителях, о братьях. Да. Пока еще не очень, скажем так. А в тот момент родители вообще, как бы, далеки были от этой мысли, да? В тот момент, может быть, вы помните состояние России, Советского Союза. Мало кто вообще был хоть сколько-то сведущий в этой области, поскольку это наше наследие. И, в общем-то, было у нас изъято. Хорошо. Но тем более, мне интересно, ну и вдруг, молодой человек, сколько вам было лет? Я просто знаю, что вы пришли в синагогу. У нас есть общий с вами знакомый, Довид Карпов. Один из руководителей синагога в Москве сегодня продолжает находиться там. Его родители живут в Ниджерси, здесь. И поэтому он мне сказал, о, как он... Я помню, когда он впервые пришел в синагогу. Это было впервые, да? Все было? В ту синагогу было впервые. Я, значит, первый раз пришел в синагогу на горке центральной хороя. Кто-то вас привел за руку? Что вас привело-то? Я как-то, вы знаете, наша семья была здорово ассимилирована, прямо скажем. Идыш звучал только тогда, когда бабушка с дедушкой хотели, чтобы я их не понимал. Я не стоял, я мучился от нее, потому что вместо нормальной еды или в дополнение законы Песаха, естественно, не соблюдались. Но вот появлялся такой национальный колорит, который я, честно говоря, не очень ценил в том возрасте. Я находил в других видах пищи больше вкуса, чем в этом картоне. И вот, в общем-то, и все. Естественно, я знал, что я еврей. И, честно вам скажу, в детстве, в ранном тиненджерстве особой радости по этому поводу не испытывал. Поскольку, в общем-то, не могу сказать, что я опознал все прелести жизни еврея в нееврейской среде. То есть, многим приходилось гораздо тяжелее, особенно людям, которые прошли через армию. И, так сказать, которые там страдали из-за того, что они студенты, из-за того, что они москвичи, в еще большей степени из-за того, что они евреи. Но, в общем-то, я... Но вот в какой-то день это вдруг произошло. Большой дискомфорт это, да, привносило в наружу. Что подтолкнуло к тому, чтобы... Поэтому я не могу сказать, что я вырос на ощущение национальной гордости за свое еврейство. Нет, я был очень ассимилированным российским евреем. Еврейство, скорее, воспринялось как некая родовая травма, которая доставляет множество евреев. Понятно. Вы меня убедили. Ну, а теперь? Как я, так сказать, в первой жизни стал трактористом, как я пришел вдруг в синагогу. Первый приход в синагогу был, скорее, культурным шагом. Просто с молодежной еврейской тусовкой мы пришли... А, то есть, с группой ребят вы пришли посмотреть, а это что за клуб такой, да? На праздник, по-моему, это была симхостойра. Тогда собиралось огромное количество еврейской молодежи, которые танцевали перед синагогой и так далее. Это вы приходили в центральную синагогу в Москве, да? Я пришел туда один раз потусоваться. Я уже не помню, как получилось, я сблизился с какой-то еврейской группой в моем институте. И вот мы вместе с ними, я, собственно говоря, и пришел. Но параллельно этому, когда начался более существенный процесс изменений во мне, который, в общем-то, и привел меня туда, где я сейчас оказался, Ну, можно в двух словах, можно описать весьма банально. То есть, я стал задумываться о смысле жизни. Как бы известно. Сколько вам было лет? Мне было 8 лет, 18-19. И вы уже стали задумываться о смысле жизни? Ну, это же очень интересно. А скажите, пожалуйста, мы забегаем вперед, далеко вперед. Вы сейчас знаете смысл жизни? Я знаю, что это вещь, которая познаваема не в смысле, что мы в состоянии постичь окончательно и полно этот предмет. Но это, да, предмет изучения, это предмет познавания как процесса. Этот процесс... То есть, в этом процессе вы продолжаете находиться? Конечно, этот процесс безумно важен. Итак, вам 19 лет. Вы хотите узнать, для чего вы появились на этом свете? Вы приходите в синагогу? Не совсем так. Не совсем так. С чего вдруг я решил, что мой первый адрес, где мне скажут, в чем смысл жизни, это синагога? Неужели вы пошли вначале в храм другой? С какой стати тоже. Тоже нет, да? Нет. Я стал интересоваться биоэнергетикой, различными оккультными культурами, скажем так. Интересовался различными книгами мистического содержания, там Папюса читал и прочее. У меня были знакомые, которые себя, так сказать, именовали магами, экстрасенсами. Я стал ходить на занятия в московский клуб экстрасенсов. Его ввел человек по имени то ли Птицын, то ли Перепелицын. Очень интересный человек. На самом деле, тогда это было довольно модным поветрием, если вы помните. И было два очень важных момента в этом. Во-первых, знакомясь с различного рода источниками, я натыкался сплошь и рядом на ссылки на еврейский мистицизм, кабалу. Причем в такого рода контекстах, которые находили наибольший отклик внутри меня. И у меня стало складываться впечатление, что вот это первоисточник. А остальное уже наносное, привнесенное и так далее. А с другой стороны, вот этот руководитель клуба экстрасенсов, то ли Птицын, то ли Перепелицын, забыл, к сожалению, фамилию, он был религиозным человеком. Он был не евреем, он был религиозным человеком. И он говорил, что когда, даже не только во время целительства, не только когда пытаешься помочь человеку, даже во время диагностирования, если при этом произносится молитва, эффект значительно повышается. И мне он сказал, поскольку вы еврей, вы должны произносить молитву на вашем языке. То есть он не миссионерствовал, он вот такой вот духовно порядочный человек. Еще раз повторим, он не был евреем. Нет, нет. И вот эти два момента подтолкнули меня уже на приход в синагогу. Не культурный потусоваться, а в синагогу как источник тех знаний, которые я вдруг почувствовал мне интересны, важны, может быть, мне необходимы. Поэтому в синагогу я уже пришел с двумя вопросами. Изучает ли здесь кабалу и изучает ли здесь иврит. Это был не тот приход, который, помню, о том, что впервые Дойд Карпов меня увидел тоже в праздник Симхастуэра. Если я не ошибаюсь, одним из друзей я с горки, или, может быть, на следующий день, с центральной синагоги, мы поехали в хасидскую синагогу. Поскольку там было известно, что там атмосфера, там меньше народу, там атмосфера более такая, более теплая, более по-домашнему. К тому же можно быть лыхаем. Я хотел сказать, но я промолчал, что там можно было причастить как бы... И нас не обманули. Да. Скажите, пожалуйста, Элли, вы выглядите прекрасно, молодо, и такое ощущение, что вы недалеко ушли от этого возраста, когда вы пришли впервые синагогу. Но я хочу наших телезрителей как бы озадачить. Дело в том, что Элли Каган – отец девятерых детей. Девять детей. Слава Богу. Слава Богу. И старшему 18, правильно? Старшей девочке. Девочка. Да. 18 лет. Да. Скажите, пожалуйста, когда вы пришли в синагогу, вам было, вы сказали, 19. То есть где-то вы сегодня ровесник своей старшей дочери. Круг замыкается. Да. Круг вот-вот может замкнуться. Скажите, пожалуйста, вы, какую разницу вы видите вот между собой тем 19-летним московским молодым человеком, который был в поисках жизни, цели, смысла, и своей дочерью, которая уже родилась здесь, выросла в Америке, выросла в религиозной семье и стала тем, чем она есть. Ну, вопрос риторический. Если я вам скажу, что никакой разницы, вы не поверите. Это будет неправдой. Естественно, разница колоссальная. Но вы видите, как бы, она чувствует жизнь, понимает жизнь, относится к жизни как-то более осознанно? Поскольку выросла в Америке. Иначе, я скажу иначе. Во-первых, потому что она, конечно же, выросла в определенной среде в рамках определенного мировоззрения, которое, собственно говоря, оказывает формирующее воздействие на уклад нашей семьи. При том, что в ее школе изучаются, в том числе и светские дисциплины, она, безусловно, обладает гораздо более глубокими познаниями в юдаизме, нежели ее отец. Она себя увереннее чувствует в жизни, чем вы в своем возрасте. Как вы думаете? Это для меня вопрос сложный. Спокойней, уверенней, осознанней. С одной стороны, я был, может быть, в любом смысле более самостоятельным в ее возрасте. Она все-таки в более тепличных условиях, слава Богу, выросла в такой вот большой еврейской семье. С другой стороны, она уже имеет опыт работы, которого я в ее возрасте не имел. Я, так сказать, жил ежедвенцем. Хорошо, я не буду вас больше мучить, мы к этому еще и вернемся. Она работала в летнем лагере, уже даже не первый год, очень хорошо себя зарекомендовала. Она девочка очень самостоятельная. А как ваши родители отнестись к тому, что вы начинаете интересоваться больше, чем другие молодые люди вашего возраста, религии, ходите в синагогу? И когда вы вдруг решаете, что это ваша жизнь? Это был очень непростой, конечно же, момент, мои взаимоотношения с родителями. Поскольку, вот на чем мы с вами остановились, когда я отвечал на первый ваш вопрос, я пришел первый раз в синагогу с вопросом, изучают ли здесь кабалу, изучают ли здесь иврит. Это таки да, стало началом процесса, в том числе и изменений во мне, в моем образе жизни. Поскольку, ну, иврит тогда изучали на каждом углу, поскольку время было отъездное. Я записался в какой-то класс, про кабалу мне сказали, что кабала это мистическое учение, это как бы не для, не ширпотреб, но есть, есть хасидская синагога, есть определенные книги, которые, книги в хасидской философии, которые включают в себя элементы кабалы, поскольку хасидизм основывается на кабале. Так не объяснили, на самом деле, хасидизм это, на самом деле, еще более мощный уровень раскрытия кабалы, раскрытия этих знаний. И мне дали несколько книг тогда, на самом деле, я даже вспоминаю об этом с умилением, время, когда еврейская литература не издавалась так широко, как сейчас, прямо скажем, то есть, то, что мне выдали, было даже не ксерокопией, а фотокопией. Да-да, тогда еще... Понимаете, страницы книг были, 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 были фотокопии, или одна из них были фотокопии, а другая все-таки, все-таки уже как-то удостоилась быть отксеренной. Я даже помню, что это были за книги, «Роза о тринадцати лепестках», Равина, профессор Адина Штензальца и книга «Философия Хаббада». И вот эти книги меня перевернули. Вот это вот приобщение к еврейской мистической философии на уровне популярном, безусловно, но без примитивизации, оказало очень сильное воздействие. То есть, я читал, некоторые моменты совпадали с моими попытками как-то осмыслить идеи мира, творца, человека в мире. Но я их находил сформулированными совершенно идеальным, идеальнейшим образом. То есть, у меня было явственное, как бы, чувство приобщения к истине. Я начал приходить на какие-то занятия в синагоге, в том числе и классы хасидизма, и Тора, и так далее. И в определенный момент я стал перед неким необходимостью признать для себя, что если я вот эту часть мудрости иудаизма признаю как истина, я должен понять, что она лишь раскрывает определенную грань смысла Торы как таковой. И я должен другие части Торы тоже для себя признавать, принимать себя таким же образом, в том числе и то, что касается практики иудаизма. Тем более, что каббала и хасидизм раскрывают внутренний смысл практики иудаизма, смысл заповедей и законов. Да, так вот, поскольку мы, как бы, с вами сейчас накануне исхода, и мы все время, как бы, возвращаемся к тому, что человек выходит, исходит из какого-то, я не знаю, из какого-то состояния новая и так далее. Скажите, пожалуйста, при общении вот к повседневному иудаизму, ну, например, кошерная пища, соблюдение каких-то там суббот и так далее, это тяжело для вас было начинать? Вдруг, я не знаю, только кошерная пища. Ведь тогда сразу ты себя ограничиваешь. Вдруг ты соблюдаешь субботу, то есть не садишься за руль. Вот я знаю, например, что очень продолжительное время у вас центр находится, синагога находится в Статен-Элленде, а живете вы через речку, да, это там речка получается, да, через речку, то есть в Ниджерзи. Значит, в субботу вы не можете туда доехать. Вы отправляетесь в пятницу накануне субботы, вы ночуете там в своем центре, вы свою семью и своих прекрасных деток как бы в этот момент не видите. Сейчас, я слышал, вы приобрели новый дом и так далее, и вы скоро будете все вместе. Но многие годы вы так делали, и сутки вы отсутствовали. Это, ну, кому нравится, кому не очень. Начиналось все с того, что в один прекрасный день вы решили соблюдать кашрут. Это тяжело вообще, вот выйти из того состояния и вдруг прийти в новое. В моем случае началось даже не с кашрута, а с шабата, что для многих, ну, для большинства из моих знакомых является более сложным шагом. Ну, так вот получилось. Я, слушайте, я был студент, семьи еще не было, и поэтому я просто на весь шаббат приезжал в синагогу в Марьин Рощи, и там оставался весь шаббат, к неудовольствию, конечно же, моих родителей, возвращаясь к предыдущему вашему вопросу. И, так сказать, все большее вовлечение меня в этот процесс, возвращение к истокам, конечно же, родителей не радовало. Они, так сказать, прочили, мечтали видеть своего сына, может быть, великим ученым и академиком, а он, попросту говоря, свихнулся. Но, слава богу, сейчас у меня прекрасное отношение с родителями, и они гордятся, очень любят своих внуков. Хотя, конечно же, сочувствует, как вы представляете, любой нормальный светский человек о таком количестве детей. Но, я вам скажу, это, конечно же, большой часть счастья, это, безусловно, большая нагрузка, но это огромное, огромнейшее счастье. Так вот, говоря о дискомфорте, да, безусловно, смена образа жизни в любой ситуации влечет за собой определенный дискомфорт. Скажем, не дай бог, по состоянию здоровья человеку нужно в чем-то себе отказывать или как-то регламентировать себя. Ну, понятно, человек болен, человеку по состоянию здоровья надо действительно что-то менять, но здесь человек, извините, и, слава богу, не болен. В том и другом случае мы говорим об осознании нужности, необходимости тех изменений, на которые мы идем. И какая разница, необходимость это физиологическая, физически-медицинская или духовная. Я пришел к осознанию того, что это для меня необходимо. И попутно с этим, так сказать, у меня было осознание того, что в одночасье я себя поменять не сумею. А у меня были даже смешные довольно-таки мысли о том, что до такого уровня я, может быть, смогу как-то прогрессировать, но уже дальше... Это нереально. Да, да. Понятно. Но все-таки в конечном итоге мы сами репатриировались. И я вам скажу, что, извините, что я возвращаюсь к предыдущему, в то время в России соблюдать кашрут и прочее было очень нелегко. В то время, давайте назовем годы, это 80-е, 90-е годы. Начало 90-х, конец 80-х, начало 90-х. Это было... Тогда было непросто. Но когда ты понимаешь важность, необходимость этого, особенно когда ты задумываешься о внутреннем смысле, в том числе и духовном смысле, и мистическом смысле, о том, что наши поступки, наши поступки в этом мире, это не просто механическое перемещение предметов в пространстве. Каждое наше действие, и слово, и даже чувства, и мысли, оказывает воздействие на все мироздание. На духовные уровни мироздания. Действие каждого человека. Каждого человека. И в качестве ответной реакции это может прийти обратно в реальность этого мира. Поэтому правило пионерта в ответе за все в отношении, так сказать, еврея звучит очень актуально. Еврея, который думает о соблюдении законов. Это не просто традиции в тывье-молочниковском смысле этого слова. Это работа по одухотворению всего мира. Или, если мы говорим о воздержании от каких-то запрещенных действий, значит, речь идет о предотвращении колоссального духовного ущерба. Не только душе самого человека, но и всему мирозданию. Эли, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорите о том внутреннем состоянии. Скажите, у вас бывают периоды упадка сил, духа? Ну, то, что, ну, не будем говорить депрессии. То, что сегодня очень модно, и слово такое часто употребляется. Ну, хотя бы, как бы, похожести на депрессию. Безусловно, я же нормальный человек. Вам не помогает то, что вы, как бы, заражены вот этим вот, я не знаю, знанием духовности? Если не помогало, так мы сейчас, наверное, встречались бы с вами в дурдоме, когда я попал от неизлеченной депрессии. Конечно, помогает, но это вопрос динамический, это, как бы, процесс такой флуктуационный. Есть спады, падения, есть возгорание энтузиазизма. Хорошо, тогда мы немножко поговорим вот как раз о жизни человека, который рабин. Эли Каган, он рабин. Вы ведь женились здесь, в Америке, да? Мы сейчас, вот у нас есть фотография, седьмая, где вы прекрасно выглядите, а еще прекраснее выглядит ваша жена. Сейчас нам седьмую фотографию покажут. Вы ведь здесь. Кто же их считает? Церемония была в Канаде, в Торонто. Познакомились мы здесь, я учился, я учился в Яшиве. Моя жена Таня училась. Вот это, да, правильно? Да, очень похоже. Да, окей. Моя жена Таня училась в еврейской женской семинарии на Хонхана. Там, в Канаде? В Бруклине. А, в Бруклине. Она буквально только приехала из Канады. Она сначала приехала в Канаду. Там тоже, так сказать, из интеллигентной, ассимилированной питерской семьи. Уже там, в Торонто, она, скажем так, начала свое еврейское образование, она закончила еврейскую школу. После этого... У нее была религиозная семья? Нет. Нет. То есть у нее тоже какая-то как-то своя, свой путь, вот, для общения к юдаизму, да? Да, да. Интересно. Надо было ее тоже пригласить, жаль, я не подумал. Следующий раз, люди эти вместе с женой. Скажите, пожалуйста, а где можно встретиться? Вы в Канаде, она из Канады, в Канаде, вы здесь. Как происходит в браке... Как правило, в традиционной среде. Равина в будущем. Обращаются к профессионалам, скажем так. А, вот так, да? То есть на улице, в метро, в автобусах не знакомятся? Как правило, нет. Это из профессионалов? Я могу себе представить, может быть, исключения, я о них не знаю. Как правило, как правило, обращаются к Шатхану. Вот я тоже обратился к такой замечательной женщине, миссис Пинсон, которая, в общем-то, нас и познакомила. А вот она как бы с вами посидела, поговорила, вот как мы сейчас говорим, да? Ну, не перед камерой. Без камеры. Вы говорите про Шатхана или про мою жену? С кем, а? Вы говорите про Шатхана или про мою будущую жену? Я говорю про Шатхана, которая говорила, наверное, с вашей женой, да? С молодой девушкой. Как она представляет своего будущего мужа. Вам задавала вопросы, как вы представляете свою будущую жену. Да? Я правильно? Да, да. Примерно так. Я никогда просто не общался. Примерно так. Просто мы сейчас как бы, мы все время с вами выходим, выходим. Ну, как бы повод есть в Песах. Он нас подталкивает к выходу из какого-то состояния. И мы хотим узнать больше. Мне, по крайней мере, это очень интересно. Да, вот из моего неженатого состояния вышел вот именно таким образом. С помощью Шатхана или Свахи. Прекрасно. Ну, я понимаю так, что если у вас такая прекрасная семья, то вы знали, с кем такую семью создавать. Все у вас нормально. Слава Богу. Мы несколько недель встречались, и после этого приняли... Несколько недель? Несколько недель, да. Это было достаточно? Как видите. А как это вообще принято так, традиция? Еврейские браки довольно быстро заключаются, если их подготовил кто-то? Когда как? Так, но люди идут навстречу с серьезными намерениями. Поэтому, когда вырисовывается, так сказать, впечатление пригодности или непригодности, есть контакт, нет контакта, уже как бы нет смысла затягивать это. Да, время идет. Да? Совершенно верно. И вы как бы продолжили свое образование тоже здесь, да? Уже в Америке, вы... Я учился сначала в Москве, в Яшиве, в Марино-Роще, в Яшиве, в Том-Кит-Меме. Затем я приехал сюда и продолжил обучение в Яшиве-Маристане, в Ниджерси, Робини Глукалыч, Оф-Америка. Это Ешивы той же сети, скажем так, Любовичских Ешив. Затем, уже после свадьбы, я продолжил свое еврейское образование, но уже в Колеле. Такой тип еврейского учебного заведения для людей уже семейных. Там я проучился два года. За это время я получил раввинское звание. И начал, уже параллельно начал какую-то преподавательскую деятельность в сотрудничестве с различными еврейскими центрами. И какое-то время я работал в библиотеке Любовичского Рэба, каталогизируя русскоязычный раздел. Понятно. Хорошо, у нас сейчас есть возможность немножко прерваться на рекламу. Я только напомню, что у нас в гостях Эли Каган, я перечислил его, Регали Равин, директор еврейского русскоязычного учебного центра Стайдл-Айленд в Нью-Йорке, главный редактор русскоязычной версии сайта хабад.org. Ну, а сейчас реклама. Широко известная клиника, давно зарекомендовавшаяся для отличными результатами в лечении хронических и острых заболеваний. В клинике работает терапевт Диана Теппер, гастроэнтерологи Александр Бродский и Константин Вайсман, психиатр Зинаида Любов и невропатолог Мира Шерер, дерматолог Дмитрий Казак и уролог Яков Рахман, гинеколог Марк Мичник, специалисты по заболеванию ног Инна Блэкман и Раиса Новофастовская. Опытный коллектив высококлассных врачей укрепит и сохранит Ваше здоровье. Ол Медикал Кер. Эта клиника для Вас. Цирк «Ринглинг Брадерс энд Барном энд Бейли» представляет. Создано на удивление. Новое цирковое зрелище для всей семьи. Готовьтесь увидеть блистательное, завораживающее, необыкновенное представление. Смертельно опасные трюки, восхитительные азиатские слоны, бесстрашные тигры, смешные клоуны и еще много всего. Глаз не оторвать. Приходите за час до представления, чтобы встретиться с артистами и с животными. Для детей билеты по 12 долларов. С 13 марта в Нассо-Колизеуме, с 20 марта в Барклэйс-центре. Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Представьте, что вы можете ходить и не чувствовать боли. Представьте, что вы можете провести целый день с чувством легкости в ногах. Попрощайтесь с болью, отеками, дискомфортом в ногах и уродливыми варикозными венами. Ваши ноги могут чувствовать себя моложе и выглядеть лучше уже сегодня. Сделайте первый шаг к здоровым и красивым ножкам. Актриса театра и кино. Народная артистка России Светлана Крючкова. На гастролях в Америке с программой «Не стараясь угодить» или «Мой Акуджава». Билеты в театральных кассах и на интернете. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Артрит. Вы должны страдать? Нет. Теперь мы принимаем Медикейт. Доктор Алан Голдман, выпускник Гарвардского университета, поможет вам избавиться от боли в шее, плечах, спине, коленях и ногах без хирургического вмешательства. Доктор Голдман является экспертом в лечении ревматоидного артрита, остеоартрита, подагры и мышечной боли. Вы заслуживаете хорошего самочувствия. Теперь мы принимаем Медикейт. Я могу вам помочь приема сейчас. Все для дома и для души. С любовью из России. Супермаркет российских товаров «Торговый дом Санкт-Петербург» обеспечит вас самым необходимым и поможет создать тепло и уют в вашем доме. Улыбнитесь. Вашу очаровательную улыбку, а также консультацию или лечение с применением новейшего оборудования и передовых технологий вы можете получить у доктора Татьяны Король. Стоматологическая клиника Татьяны Король. Стоматология высоких технологий. 3049 Ocean Parkway. Телефон 718-333-1144. С вами Варис Тенсор и программа «Контакт по понедельникам». У нас в гостях Эли Каган. Равин – директор еврейского русскоязычного учебного центра и главный редактор русскоязычной версии сайта хабад.org. И мы сегодня говорим о том, что в какой-то момент человек вдруг, вдруг, но это вдруг тоже бывает, не вдруг, начинает менять свою жизнь. Он выходит из того состояния, в котором он находился, точно так же, как один день, и весь народ еврейский поднялся и вышел из рабства. Через неделю этот праздник придет на нашу улицу, в нашу жизнь, и будем мы его отмечать, и каждый будет опять читать о году, каждый год опять, и опять, и опять, и опять повторять. Эли, скажите, пожалуйста, а почему мы повторяем одно и то же? Что мы? У нас память плохая, нет, вроде все нормально. Почему мы опять садимся и опять читаем о году? Каждый год. Отличный вопрос. Знаете, я, на самом деле, к осмыслению этого вопроса подходил совсем иначе. Я задумался с неким восхищением. Вот представьте себе, на протяжении 33 веков, каждый год, евреи садятся в этот... И читают одну и ту же книжку. И вспоминают, вспоминают о начале своей миссии в этом мире. Читают одну и ту же книжку. Ну, текст о годы был составлен не 33 века, а всего, может быть, пару тысячелетий тому назад. Это же потрясающая вещь. На самом деле, Пейсах, как ни одно другое понятие в иудаизме, подчеркивает важность непрерывности традиции. Передачи знания, передачи свидетельства от поколения к поколению. Знаете, один из ведущих некогда генетиков НАСА, профессор Грин, рассказывал, что его в свое время поразило, натолкнуло вообще на мысли о еврействе, о еврействе, которое выразилось потом в возвращении к традициям, на каком-то симпозиуме обсуждался гипотетический, так сказать, даже не проект, а идея межзвездных полетов. И как одна из серьезнейших проблем обсуждалась проблема того, чтобы люди, которые улетят с Земли, чтобы туда прилетели представители той же цивилизации. То есть передавать знания о своих истоках. Не смотря на то, что они будут лететь сотни лет. Множество поколений должно будет пройти сотни лет. Сменится множество поколений, чтобы это были те же земляне, что улетели с Земли. С той же ментальности. Да. И в качестве примера идеального системы передачи информации был предъявлен такой вот институт в иудаизме. Одна из важнейших заповедей в Торе «Расскажи сыну твоему», как раз касающийся праздника Пейсов. Рассказать следующему поколению о том, кто мы такие. С чего все началось. Смотрите, мы не хвастаемся какими-то завоевательскими подвигами, славой, так сказать, былой военной славой отцов и так далее. Мы рассказываем о том, что мы были рабами в Египте. И Всевышний освободил нас. Еврейский народ, прежде чем получить Тору от Творца Вселенной, получить вот эту вот задачу вселенской значимости, сначала должен был пройти через горнило испытаний. Это тоже мы обсуждаем. Это тоже мы вспоминаем. Это никогда не лишний повторить. Потому что каждый раз... Слушайте, вы, наверное, ни одну книгу прочитывали неоднократно. Есть, наверное, такие книги, которым вы возвращались. Ну, возвращался, да. И каждый раз вы открывали для себя что-то новое. Согласен. Тогда у меня такой вопрос. В судьбоносном понятии, как... Скажите, пожалуйста, этими объясняется, ну, как бы, неприятие еврейским религиозным движением, например, телевидения, интернета, радио. Я не знаю, как радио... А, вы ведь ведущие на радио. Как радио относится? Религия. Как религия относится к радио? Да. К интернету. Телевизор. Многие говорят, вот у религиозных людей дома нет телевидения. То есть, RTN даже посмотреть невозможно. Это вообще... Ну, вы видите, я все-таки выжил. Хотя у меня телевидения у меня нет. У меня есть устройство, которое мы используем для... Для просмотра. ...просмотра видео, видео и так далее. Семейных каких-то развлекательных. А интернетом вы пользуетесь? Интернетом, конечно. Если вы редактор русскоязычного сайта, значит, вы вообще должны в интернете сутками проводить? Это нормально? Я вам скажу, это не нормально. Это, конечно, нужно проводить гораздо меньше времени. Но вообще нет антагонизма к интернету у религиозного человека? Смотря у какого. Есть общины, где пользование интернетом запрещено, поскольку интернет является источником очень серьезной духовной опасности. И поэтому есть лидеры, которые запрещают своим последователям, своим ученикам, скажем так, пользоваться этим исчадием. Много лет назад, когда на заре радиовещания, аналогичный подход высказывался многими духовными лидерами в отношении радио. А сегодня уже радио принято как бы данность, да? Наверное бы, хотя, может быть, у кого как. Но в свое время львовичский рэбэ высказался очень глубоко по этому вопросу, сказав, что все, что существует в этом мире, вы ничто не можете назвать однозначным злом. Более того, я сказал, что Всевышний устами пророка говорит, что все, что я сотворил, я сотворил во славу себе. Что это значит? Что у человека есть возможность, человек отдана свобода выбора, и у него есть возможность, что бы то ни было, все, с чем он приходится в прикосновение практически, использовать как ради добра, так и ради противоположного. Это вопрос нашего выбора. Ой, как раз это самое сложное выбор. Конечно. То же самое радио, как сказал рэбэ, оно может быть бесценным инструментом распространения духовных знаний. Как некий даже предвестник исполнения пророчества о том, что с наступления мессианской эры, с приходом Машеха, знания Торы наполнят собой, покроют собой землю, как воды моря покрывают морское дно. Вот, пожалуйста, эфир. Скажите, пожалуйста. Волны эфира сейчас несут наши страны и умные речи. Я хочу две вещи спросить вас. С одной стороны, вот мы сейчас немножко посмотрим фотографии, у нас есть, прежде чем мы дадим слово нашим телезрителям. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели несколько фотографий из вашей сегодняшней жизни. Ну, прежде всего, у вас есть еврейский русскоязычный учебный центр. Как мы уже говорили, это в Нью-Йорке, в одном из районов Нью-Йорка. С Тайден-Лайланд. Он там расположен географически. Да, географически. Деятельность его не ограничивается, естественно. И вот мы просто очень так быстро, бегло, посмотрим. Вот первые там фотографии, когда происходит бриз. Вот это, да? Вот давайте вместе смотреть на фотографии. Это вот... Да, это фотографии после обрезания одного из прихожан нашей общины. Он здесь на фотографии есть? Да. Не будем тыкать пальцем. Ну, ему явно больше, чем 7 дней. Да, нет, 8. 8. Ему больше, чем 8 дней. Да. И вот, так сказать, к теме исхода, к теме духовного подвига. Знаете, в жизни человека всегда есть место подвигу. Это мы знали, это мы проходили еще. И никогда не поздно принять правильное решение. Решение. И для еврея никогда не поздно принять решение избавиться от всего лишнего. Хорошо. Конкретно об этой фотографии. Мы идем дальше. Ханукальная. Это вторая фотография. Мы прямо подряд будем идти. Вот вторая фотография. Это у нас будет показано... Нас пока не показывает. Нам покажут сейчас Хануку. Ханука, Ханукальная. Давайте посмотрим. Да, вот такая... Мне понравилась фотография, что танцуют все. И маленькие, и большие, и... Как бы с большой шевелюра волос, и с маленькой шевелюра волос. Понятно. Это, конечно же, только фрагмент, но он отражает общую атмосферу в нашей общине. Да. А следующая у нас Хупа. Хупа, Хупа. У нас есть еще вторая тоже Хупа. Как вы понимаете, вот это новобрачная, это молодожены. А предыдущая? А предыдущая пара, они уже прожили много лет вместе. А, вот так. И решили в определенный момент совершить традиционную брачную церемонию. Скажите, у меня есть маленький такой вопрос по ходу дела. Скажите, если женщина другого вероиспередания, да, и она желает или соглашается свой брак заключить с евреем под купой, она становится еврейкой или нет? Нет. Брак не является достаточным для того, чтобы человек считался евреем. Точно так же, как недостаточно выписать квитанцию человека, который может называть себя раввином и готов за определенную мзду выписать вам бумажку о том, что вы прошли церемонию обращения. А ги-юр – это очень сложный и обычный битерный процесс. Все понятно, вопрос приятен. Но тогда у меня есть еще более каверзный вопрос. Если мы посмотрим пятую фотографию, пожалуйста, покажите нам номер пять, фотография номер пять, мы увидим вас, извиняюсь, с гитарой. В общем, вы извиняете, что это привычное слово покажет. Скажите, пожалуйста, а что вы поете? Вы поете религиозные псалмы или неужели вы поете Акутрау? В данный момент мне трудно сказать, что я пою, поскольку фотографии неподвижны. Но это как бы не является запретным, как телевидение, например? Нет. Гитару можно петь, да? Да. А что вы исполняете под гитару свою? Какие песни вы поете? Вы знаете, я пытаюсь подбирать мелодию под различные еврейские тексты, скажем. Я бы не назвал это композиторством, поскольку я не профессиональный музыкант, и на гитаре я играю скорее на дворовом уровне, может быть, не самом начальном дворовом уровне, но все равно это уровень непрофессиональный. Но я пытаюсь слагать какие-то мелодии на тексты, которые находят какой-то душевный отклик во мне. У меня есть песня на слова, скажем, из псалмов царя Давида, есть на слова из песни-песни, есть песни, которые я очень люблю, на слова средневекового еврейского мудреца и поэта Раби Иуда Олеви. Очень интересно. Это вы сами подбираете слова? В смысле, вы подбираете музыкальное сопровождение? Да. Вы сами как бы в этой ситуации являетесь композитором. Пытаюсь, да. Композитором. У меня очень благожелательная аудитория, поэтому на большой сцене я не выступаю. Да, совершенно верно. Хорошо. Ну, я думаю, что пора нам, нашим телезрителям, дать возможность задать вопросы, сказать свои комментарии, высказать свое предположение и представление о том, что такое исход и что такое предстоящие пасхальные праздники. 201-461-1384. Это прямой телефон, это у нас студия и у нас в гостях Эли Каган. Звоните и будем разговаривать. Скажите, пожалуйста, Эли, у меня в руках журналы. Называются они «Пятое измерение». То есть, вот все то, что мы уже говорили, надо еще добавить сюда, к этому списку, что вы раввин, что вы директор, что вы главный редактор. Надо еще добавить, что вы тоже редактор, издатель вот этих журналов. «Пятое измерение». Вот если я постараюсь показать, вот хотя бы, чтобы вы представляли, вот такие, не толстые, я должен сразу вам сказать, не толстые, довольно легкие. Половина журнала, половина журнала на русском языке и половина на английском. Вот такой вот журнальчик. Скажите, пожалуйста, зачем? Что, мало журнала? И почему «Пятое измерение»? Журнал создается практически с первого года существования Еврейского и Русскоязычного учебного центра, то есть уже почти 9 лет. Организация была задумана как средство, ну, как бандально звучит, еврейского просвещения, донесения до моих русскоязычных собратьев знаний о Торе. Тех знаний, которые были для них закрыты в той стране, из которой мы все пришли. И на тот момент, да и сейчас существовал дефицит качественной читабельной продукции на русском языке. Но вы перевели половину на английском, даете? Позже журнал стал двуязычным. Я добавил англоязычную часть, чтобы сделать его, скажем так, чтивым для всей семьи, поскольку во многих еврейских семьях уже поколение чуть моложе уже по-русски не читают. Этот журнал, этот журнал в нем есть практически для каждого из еврейских и русских семей. Это перевод тех же статей или это оригинальные тексты? Совершенно другие статьи. То есть эти две зеркально расположенные половины, они никак не пересекаются. Единственное, что по теме, естественно, не перекликаются. А какой тираж? Я надеюсь, это не является секретом. Это же не бизнес-проект, да? Тираж 12 тысяч. Да, для русскоязычного маркета это большая цифра. И люди могут подписаться? Да. Сколько стоит подписка? Подписка бесплатная. Бесплатная подписка? Подписка бесплатная, да. Мы с благодарностью принимаем добровольные, так сказать, в смысле существования. Почему пятое измерение намекает на ту сферу, в которую мы пытаемся вторгаться? Это в наших материалах. То есть если реальность наша физическая описывается в терминах четырех измерений, пространство-время, пятое измерение — это выход за пределы материального. Осторожный взгляд в сферу духовного. Да. Вот я смотрю, что мы с вами разговариваем, а наши телезрители, они слушают, но молчат. Глубоко задумались. Как вы объясняете? Им, наверное, интереснее послушать, это очень здравый подход. Они хотят услышать. Понимаешь? Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, немножко опять мы вернемся к реальной, обычной жизни. Девять детей. Семья нестандартная, не маленькая, слава богу. Ваша жена домохозяйка, она занимается воспитанием детей, она с утра до ночи, я не знаю, апстирывает, кормит и провожает. Моя жена — это как Пушкин, это наше все. Это не только домохозяйка. Я начну с того, что она работает. Работает? То, что здесь называется full-time, на полной занятости, работает офис-менеджером в Ишиве, в Мористауне. Она раббитсон общины, в общине, что, естественно, забирает очень много ее сил и времени. И, естественно, она мать девяти детей, да плюс еще муж, как довесок весьма, так сказать, весомый. То есть, не исключать нельзя. Хорошо, у нас есть звонки, есть звонки, просто я не совсем разобрал. Пожалуйста, начнем, кто у нас первый? Алло, Анна. Анна, это какой у нас город? Здравствуйте, Анна, вы с нами в студии. Да, добрый день. Это какой город, какой штат, какая страна? Торонто. Я хочу поблагодарить... Алло. Да, да, слушаю вас, Анна. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает активное участие в традициях еврейства. И кто приводит людей обратно к веру? У меня вот такой вопрос. Сегодня много молодежи и русскоязычные, приехавшие из России, я сама родом из Москвы, немножко смотрят в сторону Христа, христианской религии. У меня такой вопрос. Ваше отношение к этому и ваше мнение, какая причина возникает вот этого перехода? Спасибо. Хорошо, спасибо, Анна. Спасибо, 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 Анна. Здравствуйте, Анна, спасибо, спасибо за вопрос. У нас много, оказывается, звонящих и мало времени. Для меня это может быть отчасти сюрприз, поскольку, Анна говорит, сейчас много молодежи, и неужели в Торонто это является проблемой? Да, это да, является проблемой, в моем понимании, поскольку для... Скажите, сегодня это более часто встречающийся факт или все то же самое было и раньше? У меня нет статистики, более или менее, но это да, остается такой проблемой. Скажем, в России это можно было понять, поскольку, если человека влекло к духовному, это то, что было на виду, он мог прийти скорее в церковь, нежели в синагогу. Здесь я могу предположить, что, может быть, у него возникали попытки, может быть, он предпринял попытки прийти туда, как он чувствовал его истоки, в синагоге. Может быть, он натолкнулся не на самый правильный прием, скажем так. Может быть, у него был не самый лучший опыт общения с представителями, скажем так, еврейства. Это накладывает дополнительную ответственность на людях, которые посвятили себя еврейскому просвещению. Да, достучаться до таких людей, да, найти правильный язык. Хорошо, следующий кто у нас? Кто у нас на линии следующий? Алло, кто у нас сейчас? Регина, Регина, Вашингтон. Здравствуйте, Регина. Алло, добрый день. Да. Элли, я к Вам ходила на занятия на 19 июня в 68-ю в главном городе Бруклинске. Вот, и это было замечательно. Но я была такая двоечница, я походила месяца два, и мало что понимала, и пришлось мне уйти. А сейчас, а сейчас, Регина, где Вы, на каком бале Вы сейчас? Два, три, четыре? А сейчас я такая же двоечница, так и осталась. Я хочу, Элли, спросить, вот еврейская религия очень строгая, и очень много ограничений. Вот бывает ли такое в таких семьях, которые все-все соблюдают, а дети потом вырастают и говорят, слушайте, мама с папой, а мне это, в общем-то, не очень как-то, и я не хочу так строго жить. Я хочу там ходить на дискотеки, ходить в бары. Все понятно, хорошо, Регина, все понятно. Вот сейчас, и так, Вам понятен вопрос, да? Вопрос понятен, и ответ, конечно, да, к сожалению, такое бывает. Ну и что? Почему? Во-первых, почему и что делать? Это от меня уже вопрос. Это может зависеть и от личности самого человека, у каждого свой характер, свое, иногда бунтарство, это часть натуры. Но, безусловно, даже такому человеку, даже такому человеку должен быть соответствующий подход. Можно это предусмотреть? Да, безусловно. Можно, но, к сожалению, на практике это не всегда получается. Можно ли это предотвратить? Можно, но не всегда, к сожалению, такое не всегда получается. И да, есть такое явление, как отход следующего поколения от ценностей. Что можно, можно ли что-нибудь предпринять, когда, я не знаю, может быть, обратиться к крови, может быть, как-то ближе стать с детьми, я не знаю. Это очень важный момент, на самом деле, близость с детьми, поскольку, смотрите, религиозное еврейство, как часть американского общества, в общем-то, подвержено и бедам этого общества, огромная занятость и так далее. И зачастую на необходимое общение с детьми не хватает времени. Я не могу себе представить, 9 детей у вас, неужели у вас хватает времени? Ну, это не вопрос, это просто размышления. Кто у нас следующий на линии? Алло? Юрий, Юрий Вашингтон. Вашингтон, Юрий. У нас телефон отключился. Хорошо, значит, не Юрий, значит, будет кто-то другой. Скажите, пожалуйста, вот как много и как часто приходит в ваш центр новых людей? Ну, то есть, кто-то уже начал ходить, кто-то уже привык, кто-то уже как бы протоптал дорожку. Постоянно приходят новые люди. Очень хороший вопрос. И, на самом деле, вот это показатель успешности, успешности такого вот общины, такого вот центра, когда приходят новые люди. Как вы начинаете с ними знакомство? Как вы начинаете разговор? Чем пришел? Зачем пришел? Я с ним здороваюсь. Я с ним, конечно же, здороваюсь. Понимаете, нам удалось в нашем центре, в нашей общине, в нашей синагоге создать атмосферу семейную. Человек, даже впервые переступивший порог синагоги, в нашей синагоге, чувствует себя как дома. По крайней мере, это то, что мы стараемся создавать. И, насколько я понимаю, в значительной степени это нам удается. Это то, что я ценю больше всего. Человек не чувствует себя чужим. То есть, даже люди, можно сказать, это синагога для людей, которые не ходят в синагогу принципиально. К нам приходят многие из тех, кто сейчас, какой сейчас можно назвать, постоянными прихожанами. Несколько лет назад прийти в синагогу, это было чуть ли не преступлением. Невообразимо. Мы приехали сюда из такой страны, где из нас это выколачивалось. Хорошо. Слава Богу, что приходят многие люди и чувствуют себя хорошо. Кто у нас еще на линии? Анна, 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 город Нью-Йорк. Здравствуйте, Анна, город Нью-Йорк, недалеко. Спасибо за передачу большое. Хотелось бы узнать у Равина, скажите, пожалуйста, как можно подписаться на такой журнал, по какому телефону? Позвоните, пожалуйста, по телефону 917-525-6889, повторю еще раз, 917-525-6889, и вы оставите свой адрес и подпишитесь на этот журнал. Этот же телефон, на самом деле, я могу порекомендовать тем, кому посчастливилось жить в Нью-Йорке, особенно в Статен-Айленде. Воспользуйтесь им, пожалуйста, чтобы зарезервировать места на пасхальных сейдерах, которые уже не за горами. В следующий понедельник будет вечером первый сейдер, в следующий вторник будет второй сейдер. Мы проводим сейдеры в Статен-Айленде в двух местах. Мы год назад открыли еще один филиал в районе Саус-Бич, это на противоположной стороне острова. И в этом году пасхальные сейдеры будут проводиться в двух местах, интерактивные пасхальные сейдеры с переводом на русский, с переводом на английский. Все будет по правилам, будет очень интересно, будет очень нескучно. Я буду лично проводить пасхальный сейдер в нашем новом здании, который расположен в районе Принцесс-Бэй в Статен-Айленде, прямо рядом со станцией метро. Принцесс-Бэй, милости прошу, милости прошу, если вы позволите, я напомню еще раз телефон. Да, пожалуйста, я напомню. Можно я? Да. 917, я надеюсь, к этому времени вы уже взяли ручку и бумагу. 917, 525, 68, 89. 917, 525, 68, 89. И мне остается только напомнить вам, что у нас в гостях был Эли Каган, раввин, директор еврейского русскоязычного учебного центра в Статен-Айленде в Нью-Йорке, главный редактор русскоязычной версии сайта хаббат.орг, редактор журнала «Пятое измерение», ведущий радиопередач и многое-многое другое. А главное, был человек, который в один прекрасный день, когда был молодым человеком, решил выйти из своей прежней жизни. И вот где он сегодня находится, мы с вами и узнали. Спасибо, Эли. Спасибо, Борис. И вам, уважаемые телезрители, я признателен, что понедельник утром вы проснулись и включили телевизор. Всего хорошего вам. С вами был Борис Тенцер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова